Расслабили одну ножку, расслабили другую ножку, а теперь у нас работают коленные суставчики. Вместе с прекрасными дамами над коленными суставами работает Виктор Суслов. Он единственный мужчина в группе, остальные – женщины. В университете среднего возраста занимается уже 8 лет. Мы все равны, я так считаю. Здесь гендерный подход неуместен. Все мы равны, занимаемся одинаково. С нагрузкой, с серьезной нагрузкой. Прихожу домой отсюда и спать ложусь иногда, усталый. На старт, внимание, марш! Скандинавская ходьба среди современных пенсионеров очень популярна, что вполне объяснимо. Она благоприятно сказывается на состоянии здоровья и поднимает настроение. Потому студенты университета третьего возраста занимаются ею регулярно. Сегодня с легкостью преодолели дистанцию в 3 километра. У меня вот проблемы есть, конечно, с рукой, но вот после занятий я чувствую себя прекрасно. И что я хочу сказать? Я молодею, приходя на занятия. Мне так это, ну, я даже не преувеличусь, скажу, с десяток лет я сбрасываю. Занимаются студенты и в спортзале для здоровья и в удовольствии. Мечи всевозможные, теннисные мечи, коврики. И мы там занимаемся. Я провожу очень много методик. Вот буквально недавно на той неделе гимнастикой Стрельниковой занимались мы. Занимаемся всевозможными упражнениями по методике Бубновского, растягивания. Вообще, большую, конечно, внимание большое уделяю. Я именно с уставом. Университет третьего возраста – это не только спортивные занятия. Есть факультеты правовых знаний и ландшафтного дизайна. К проекту могут присоединиться все желающие. Заявления на новый учебный год будут принимать в Доме дружбы народов. Студенты университета – люди, для которых возраст точно не помеха. Свои 70 лет с хвостиком они занимаются спортом и не боятся пробовать новое. У команды есть девиз, колонну с нами становись! Денис Макаров, Рафаэль Ракипов, Новости НТР.